привет друзья с новым годом видите я сегодня в зимней одежде уже у нас похолодало сейчас 12 градусов но вроде обещают даже еще холоднее поэтому ближайшее время мы пойдем с вами зимний пейзаж снимать а пока сейчас небольшие может какие-то горят городские зарисовки ну и ожидается еще теста новых новых дизайнов и всяких устройств в том числе и сумок подсумков в общем смотрите подписывайтесь я думаю что будет интересно да наконец-таки у нас похолодало сильно сильно похолодало поэтому я думаю будет более сухой ветер и так друзья привет не знаю как меня видно слышно в общем перешли мы через речку через лед я пока недалеко отошел но сегодня мы будем пытаться найти какие-то пока солнце яркая она недолго есть достаточно такие большие склоны образовались горки и попробуем что-то на них поснимать так что аккумулятор у меня достаточно быстро будет садиться потому что сейчас холодно порядка 12 градусов ну смотрите думаю что то получится что то на друзья здесь дорожки достаточно хорошие горки сделали поэтому приходите сейчас здесь хорошо сейчас здесь несмотря на то что деревья конечно повырублены все но во всяком случае на лыжах здесь огромное количество людей катается и вот на этой дорожке мы записывали с вами видео вы помните ну в общем канавы заполнились водой может быть даже мы что-то подснимем с этой стороны будем искать ракурсы солнце сейчас зашло за дома поэтому мягкое освещение можно что-то придумать ну и пока корни еще не вывезли все посмотрим что можно по друзья сегодня с нами полиционный фильтр вы знаете в такую погоду он нужен я сегодня весят повесил камеру на ремень потому что буду хранить ее под одеждой холодно достаточно поэтому сумка несмотря на то что если в стоп но камер надо под одежды хранить потому что температура действительно низко ну и пойдем час лес посмотрим что там найдем да друзья я тут пока без всяких штативов но вездефлот мне помогает противовесом на пенек я пристроил его надеюсь будет слышно в общем особенность еще зимней съемки вот этот ремень донки которые я всем рекомендую это отличный ремень все хорошо но аккумуляторы приходится носители в карманах поближе к теплу или как случае с national geographic ремнем о котором я говорил я сегодня его не успел одеть потому что солнце заходит не нужно было быстро собраться я не подготовился там есть специальные кармашки я покажу поэтому такие ремни я рекомендую у вас окончили для моей камеры эти кармашки подходят для аккумуляторов полизационный фильтр бленда который закрывает от противоросы всего остального но и собственно говоря все держите в тепле максимально максимально в тепле наш сегодня вездеход у нас сегодня с вариантом крепления на струбцину такой вариант ну и в общем один из кадров которые я хочу поймать это конечно цветная какая-то фотография силуэта вы знаете я color занимаюсь ух пальцы замерзают железное все приходится перчатки одевать вот сзади меня не знаю лыжник пойдет не пойдет но похоже нет спереди конечно есть какой-то но я ожидаю что будет какой-то яркой одежде лыжник и мы сможем видите как мы выходим сейчас на просеку я все-таки сейчас не перчатки я сниму потому что я лучше вот так вот буду держать перчаткой снаружи железки на гривой как бы остывает и очень сильно остывает ну и собственно аккумулятор тоже моем айфоне будет тоже замерзать потому что сейчас где-то 12 вечер обещают 17 градусов мне сегодня еще вечером предстоит поездка поэтому мы с вами еще увидимся это будет видео длинное целый день будем снимать в такой морозный день ну и вот сейчас я уже подхожу сзади меня видно уже такое освещение видите яркое освещение берез и собственно говоря сейчас будем ловить вот эти близко уже к золотому часу скоро будет у нас солнышко хоть и стало светлее но все равно вы знаете что немного солнца у нас в питере ну надеюсь что у вас настроение поднимется и вы тоже возьмете свои камеры лыжи одените или что-то еще и и пойдете лесом лесом идем солнышко сейчас за мной поэтому в настройках полизационного фильтра вы должны понимать что наиболее эффективно он работает перчатку ранил когда под 90 углом 90 градусов углом находится камера то есть солнце находится вот там сейчас то есть мне нужно грубо говоря встать вот так вот при этом положении есть определенное кольцо которое вы крутите и получаете наименьшее количество бликов или ярких объектов почему не только для блестящего снега который я люблю вот здесь вот ведь он есть опять мы сейчас попробуем путь я здесь уже снимал когда до того как лес был вырублен ну вот сегодня видите тоже можно какой-то найти интересное решение ну и попробуем сейчас записать друзья видите под снегом лед хотя нахожусь в лесу никаких речек здесь нет и нашел я ракурс где есть блестящий снег контровой свет солнце находится прямо за мной поэтому что я делаю я пытаюсь найти то положение при котором бы полизационный фильтр давал меньший эффект это делается благодаря повороту вот этого кольца которую здесь видно да стрелочка но я уже знаю в каких положениях да но все равно это можно на на практике посмотреть ну и ракурса я посмотрел ракурс поскольку у меня портрет на ведь у меня уже губы замерзли где попадает вот это вот эти кустики тоже в том числе вот они да ну и собственно говоря вот как то вот так вот если перевести на мой формат убегом снимать самолеты которые ветер летят обычным видом ну вот мы нашли немножко сторонку я дальше не пошел не потому что мне там страшно как-то а потому что там дальше уже густой лес но и собственно говоря там не увидел никаких каких-то объектов интересно вот сейчас подснял покажу вам точнее вы посмотрите ракурсы ну и будем возвращаться потому что у меня батарейка последний осталось может быть какой-то интересный еще сюжет с людьми я тут успел подснять с яркими красками одежды ну может быть еще на выходе что-то получится да друзья солнце стремительно заходит я убрал же микрофон снимаю с руки но я думаю что может быть что-то вам передаст нашел интересное растение которых на болоте можно часто встретить поскольку эта часть можно сказать что некое болото заболоченный лес ну вот тут есть интересные такие пустяки я сейчас их покажу вам увидите их сами поближе вот я пытался найти с ними ракурс какой-то такие шишки вот видно да я пытался найти фон при котором эти бы шишки на были на белом снегу сейчас видите солнце уже зашло за дом и все уже свет уже другой совершенно абсолютно поэтому ну это тоже имеет право на жизнь поскольку будет темнеть я чувствительно ставил сегодня 320 чуть побольше немножко некоторые кадры сотни сделал но в принципе знаете что я на 1000 снимаю поэтому экспериментируйте что получится но еще хочу вам показать одно образование сейчас садится мне уже батарея значит здесь в лесу все высохшие все замерзшие но можно сказать тогда вот эти кстати шишечки которые мы проходим здесь видите такая полоса зеленых растений и они очень интересно видно ветер был сильный и видно был мороз какой-то я эти штуки знаю хорошо они как такие трость тростинки такие ну вы тоже знаете что это за растение такая круглая и они образовали такие волны интересные может быть кому-то кто-то встречал такие образования да но я например редко такое вижу вот смотрите я поближе покажу некоторых не очень сильно заметно в некоторых вообще аж прямо такая волна вот получается я пытался найти ракурс этого это волна зеленая мы сделаем из этого из этого так называемый color вот видите какая волна ну и на дальнем плане я пытался сделать боке видите там солнце подсвечивается что из этого выйдет будет понятно потом уже когда мы проявим все это да но у вас окна через лесу где все такое желтое и только зеленые сосны да вот это зеленая трава очень необычно для меня во всяком случае хотя раньше такое встречал ну вот но дальше дорожки уже идут посмотрим что там на что у нас еще хватит кадров но теперь вы понимаете что в таких холодных условиях аккумуляторы прежде всего под одеждой специальные ремни обязательно светофильтр полизационный бленда варианты сумками мы посмотрим еще варианты какие можно да есть у стопа на винт так называем который под одежду кладется ну и надеюсь что вы сами что-то прокомментируйте скажете что вообще таких условиях сегодня видите обещали что будет пасмуром на самом деле солнце вышло я потом быстро 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 собрался пока не успел даже ремни присоедините которые правильные но надеюсь что это не помешало нам сделать какие-то интересные кадры здесь вот я увижу уже видите сколько бревен сзади уже люди продвигаются ну может быть их попробуем поснимать поднялся небольшой ветерок но видите у меня тут сегодня вот такой капюшончик есть который можно по кстати и звук другой стал другой стал совсем звук ну в общем одевайтесь тепло одевайтесь удобно чтобы вам и техника тоже была в удобстве да но у меня в этот раз видите как и под одежду у меня домки сейчас ремень мой классический ну вот позволило мне конечно поснимать но забыл я опять зарядить аккумулятор это потом я все мне говорил что нужно подготовиться заранее у меня были заряжены ну один аккумулятор видно бросил в другой пакет в общем аккумуляторов много не бывает как вы знаете так что заряжайтесь у меня окончательно замерз друзья люди вот ходят уже нет поснимал несколько на санках людей видите какое лицо у меня стало уже ветер действительно поднялся здесь открытое пространство мне начал фукрас фокусироваться в общем жужжать стал привод замерзает уже привод объектива то есть температура падает я не знаю сколько час но сейчас явно я обычно так определяю не знаю как вы так если но слепается ты знаешь уже 15 градусов но пока не слепается этом градусов 13 но так ощущение с ветром не очень комфортно и но во всяком случае солнце приятное и настроение отлично впереди еще старый новый год так что праздники продолжается вместе с военочем друзья мои солнце села уже смотрите какая дымка необычная это дымка это из-за того о люди кстати из леса вышли мы там ходили сегодня супер сегодня погода была температура резко падает сейчас 17 градусов будет уже в общем хорошая погода мы отправляемся с вами в другой район через весь город ну может быть что-то интересное еще поснимем с мобилографией будем заниматься ушел маску забыл новые новые новый пуховик маска в этой одежде нет поэтому пришлось вернуться капец друзья пошли небоскреба какие-то я в небоскребах в кудровых тысячу лет здесь не был видите какой я маленький я маленький такой пока стоял друзья вот пожар наверху уже куча пожарных приехал с огромными лестницами горит где-то наверху но там стоят пожарники там уже несколько машин в общем я не знаю что здесь как и здесь выбираться вообще с такой высоты я смотрю здесь 30 этажей больше этажей трэш какой-то полнейший это капец это просто капец сколько здесь огромных домов